Добрый день, уважаемые подписчики канала Про Цветок! С вами Ольга Дуброва, и как всегда, я рада вас видеть, ну, скорее всего, потенциально общаться с вами. Сегодня наша тема – флоксы. Вроде бы такая тема обычная, потому что цветок флокс очень распространен. И первое, что приходит на ум даже тогда, когда у нас не сильно развита фантазия, то первое, что у нас всплывает в памяти – это его аромат. У любого владельца, любого кусочка земли непременно найдется место для флокса. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что даже владея одним этим видом растения, а существует очень много других видов, вы можете создать в своем саду просто цветник непрерывного цветения, который будет радовать вас с весны и до самой поздней осени. Упомянул вам, напомню, что есть такое растение, как флокс шиловидный. Он откроет весну, и цветение его будет наблюдаться в зависимости от региона, начиная с конца апреля, начала мая, середины мая. Флокс шиловидный, вот он у меня в руках. Он образует подушечку, один кустик образует такую подушечку диаметром примерно 40 см. Высоту достигает порядка 20-40 см в зависимости от сорта. И окраска разнообразная – от нежно-белой с различными вкраплениями и до насыщенно-малиновой. В местах, где он стелется, потому что такие длинные побеги, особенно если они свисают с бордюра, прикасаясь с землей, они начинают укореняться. Поэтому очень легко размножается. В местах присоединения образуется такой пучок корешков, которые можно затем в почву отправить, полить, и он очень хорошо укореняется без особого ухода. Это то, что касается флокса шиловидного. Следующий флокс, который распространен у цветоводов-любителей, это флокс, который называется по латыни девариката. Иногда его называют растопыренный, иногда канадский. Но канадский, как мне кажется, существует совершенно определенный отдельный вид флокса. Девариката зацветает после того, как, в принципе, уже отсветет флокс шиловидный. И пройдет его массовое цветение. Девариката не балует нас изобилием окрасок. И все они располагаются в синем спектре. Это светло-голубые, насыщенно-голубые и их различные оттенки. Флокс девариката образует тоже красивую куртинку. Цветочки расположены высоко над листиками. И цветение длительное, порядка 30 дней. После того, как он отсветает, необходимо их срезать и остается листва. Флокс однолетний, который называется дурмонда, он нас будет радовать с того момента, как мы посеем рассаду. То есть мы можем посеять ее и в середине марта, и в конце марта, и в начале апреля. И естественно, что в связи с этим будет и отодвигаться начало цветения. То есть либо он зацветет в конце мая, либо в середине, или в конце июня. Но зато он будет радовать нас до окончания сезона, то есть до наступления заморозков. Флокс дурмонда отличается неприхотливостью, как и все, впрочем, другие флоксы. И цветение также у него пышное. Цветочки полностью закрывают листву. И кроме простых сортов с простыми цветочками, существуют теперь новые сорта, гибриды, у которых цветки звездчатые. Они как рассеченные мелкие листики кленика, либо цветки махровые, либо полумахровые. Тогда они вообще похожи прямо как миниатюрные розочки. И флокс дурмонда, я думаю, порадует вас очень, если вы еще его не испробовали в своем хозяйстве. Что касается всех флоксов, какой за ними необходим уход? В принципе, не сказать, что это цветок для ленивых. Может, кто-то и считает себя таким специалистом и говорит, что это цветок для ленивых. А может, для кого-то и потребуются какие-то необходимые знания. Но, в принципе, особых капризов он не предъявляет флокс. Я говорю теперь о флоксе метельчатом, который душистыми копнами окружает меня вокруг различных окрасок. Флокс метельчатый характеризуется разнообразием окрасок, сроками цветения, конечно. Впрочем, как и у всяких других растений, есть ранние сорта средние, сорта позднего цветения. Поэтому, даже варьируя в пределах флокса метельчатого, вы можете создать непрерывное цветение, по крайней мере, в течение месяца-полтора. Флокс в естественном виде произрастает в Северной Америке и приурочен к слегка умеренно влажным местам. Поэтому, в первую очередь, не забывайте о поливах. Когда флокс разрастается, то корневая система, которая и так расположена в верхней части почвы, она будет очень иссушаться, что будет сказываться на состоянии вашего растения. Особенно это будут страдать кустики, которые уже на одном месте растут 4-5 лет. У них тогда оголяется нижняя часть, но перед тем, как оголиться, они начинают буреть, и это портит и декоративный вид. Естественно, на ослабленное растение будут цепляться различные заболевания. То, что касается флокса, это в первую очередь мучнистая роса. Второй момент. Растение должно сидеть всенепременно на освещенном месте. Единственный вид это флокс девариката, флокс растопыренный, который предпочитает все-таки легкую полутень и более плотную, более тяжелую почву, и более уложненную, чем другие виды флоксов. Еще один момент. Это, конечно же, кормление. Подкормки должны быть регулярными. Иногда даже достаточно подкармливать золой разведенной в воде и с мелкими добавками каких-то удобрений. И этого будет для флокса достаточно. Почва должна быть, конечно же, несмотря на то, что он любит увлажнение, но почва должна быть водопроницаемой. То есть застоя воды ни в коем случае не должно наблюдаться. То есть, если вы хотите, чтобы флокс радовал вас пышным цветением, то поливы должны быть регулярными. Я бы порекомендовала, как и со многими другими растениями, что лучше меньше, вернее, лучше реже да больше, чем много раз по чуть-чуть, когда создается вроде бы видимость того, что мы полили. А на самом деле это поверхностное увлажнение, которое через полчаса приводит к тому, что влага испаряется из верхнего слоя почвы, и растение не получает достаточного питания. Поэтому лучше под куст, которому 3-4 года, влить целое ведро воды и такие поливы делать еженедельно. Конечно, в зависимости от погодных условий. Если идут дожди, то, может, нам этого делать и не следует. Но если погода без осадков, засушливая, то лучше производить именно такие поливы. После того, как растение отцветет, цветоносы мы обязательно обрезаем, потому что осыпающиеся цветки, либо те, которые будут задерживаться на растении, они, падая, могут оставаться на листьях, что также будет приводить к различным заболеваниям. Вот, например, как уже здесь. Видите, появилось на месте том, где прилип цветочек, появилась уже пятнистость. Поэтому необходимо срочно, как только они отцвели, обрезать, обрезать, обрезать. Ну, а полную обрезку мы делаем, конечно, уже в конце сезона. Это где-то октябрь месяц. Мы обрезаем, оставляя пенечки где-то по сантиметров 10-15. Сверху мы затем присыпем компостом, либо сухим торфом. Но лучше, конечно, чтобы то, чем мы присыпаем, было достаточно богатым по своей питательной ценности. Все вот эти листья мы даже в процессе роста, в процессе вегетации, когда он еще цветет, мы должны обирать, должны все это удалять, все эти остатки, чтобы они не вызывали дальнейшего заражения. Что происходит, когда мы не соблюдаем режим полива, то это происходит следующее. Вот смотрите. То сухо, то очень мокро, и происходит растрескивание стеблей, потому что были нерегулярные поливы. Поэтому вот эти основные три постулата, освещенное место, регулярные правильные поливы и достаточное питание обеспечат вам пышное, ароматное, душистое цветение. Ну и следующий вопрос, который возникает, как и со всяким растением, как же размножать флоксы, когда их размножать. Сейчас у нас на дворе август месяц, и те, кто не успели заняться размножением в начале лета, то сейчас наступает вторая волна размножения флокса черенками. Сейчас идет активный рост, цветение, снова поступают питательные вещества в стебель, поэтому мы можем смело взяться за черенкование именно стеблями. Для этого выбираем хорошо облиственный побег со здоровыми листьями. Мы будем брать и средние части. Здесь был цветонос, поэтому мы вот эту среднюю часть, хорошие и здоровые листья, мы возьмем, и потом я вам покажу, как мы их будем черенковать. Также можно размножать делением куста. У растений, которым уже 4-5 лет, острый, хорошо отточенный лопатой, мы выбираем, смотрим внимательно, чтобы не повредить остальные почки. Здесь уже от основания начали отскакивать побеги. Такое явление, как мы иногда, не то, что иногда, а зачастую наблюдаем весной, поэтому мы отрезаем. На черенке достаточно, чтобы смелее с ним работаем. Вот такой у нас получится побег с корешком. И видите, уже пошли вторичные побеги. Поэтому их мы можем также использовать для черенкования с пяточкой, как и весной. Такие побеги, они очень хорошо укореняются с пяточкой. Потом мы их отделим, чтобы сейчас они не подсохли. Ну и давайте пройдем и займемся практическим занятием. Черенкуем, как обычно. То есть мы нарезаем черенки с двумя междоузлиями. Пока мы шли, он уже немножко начал вянуть, поэтому зальем водичкой, пусть напитывается. Вот у меня здесь еще заготовлен красивый сорт. Он уже напитался. Так, комментирую, как мы нарезаем. Обычным способом. Значит, нижний срез под первой парой листьев, которую мы обрезаем. Верхнюю пару листьев мы немного укорачиваем. И на сантиметр прямой срез. И делаем столько черенков, сколько мы хотим, чтобы у нас было новых молодых растений. Или вообще, чтобы был запас на какую-то неудачу. Можно получить посадочный материал для черенкования, даже если нам кто-то подарил букет. Вот видите, здесь уже начинают... Почки проклюнулись и начинают прорастать в стебелечке. Такое явление наблюдается именно в концу цветения флоксов. И иногда в букетах, когда красивый сверху букет, то они достигают уже длины порядка 2-3 сантиметров. Тогда мы их будем срезать, как и в случае прикорневых черенков. Мы их срезаем таким образом. И вот эту вот маленькую такую почечку также помещать в почву. То, что пошло сока движения, это, конечно, замечательно. Но в период цветения количество ауксинов, гетероауксина, которые содержатся в растении, сокращается. Поэтому, если мы черенкуем в конце июля, в августе месяце, то мы, конечно, должны их простимулировать. И кончики наших черенков опустить в раствор. Ну, хорошо бы гетероауксина, потому что он как бы непосредственно действует на ростовые процессы. Если не нашли гетероауксина, то можно замочить в растворе корневина. То есть то, что содержит стимуляторы роста. Это может быть индолил масляная кислота, либо ауксикуричные кислоты. Это что кому нравится, что у кого есть под рукой, и насколько оно доступно, дорого или недорого. Куда мы будем помещать эти черенки? Это как в случае и черенкования в начале лета. Значит, мы должны... Так, мы тоже это увлажним, отставим в сторону. Мы должны подготовить почву. Специального череночника для размножения флоксов не требуется. Как при раннем летнем черенковании, так и при позднем. Мы это можем сделать прямо где-то у себя в огороде, в чистом укромном месте, чтобы не было рядом пораженных растений. Почву хорошенько подготовить. То есть она должна быть хорошо перекопана, очищена, естественно, от сорняков. Мы ее перекопали. Верхнюю часть мы засыпаем смесью торфа и плодородного грунта. Значит, мы это все перемешиваем. Наш компост с торфом. Можно добавлять сюда песок, но можно и не добавлять. Если наша площадка черенкова у нас немного, то мы делаем небольшой холмик, потом его разравниваем высотой порядка 10 сантиметров. Так как я сверху буду укрывать коробкой от торта, то вот он такой высоты примерно и возит у меня. Участочек должен быть основное время суток. Большую часть времени суток притянен. Сверху мы все это засыпаем песочком. Песочка сантиметра два толщина. Ну вот и смотрим, что у нас тут получилось. Сейчас 8-10 сантиметров почва и сантиметра два-три песочек. Все это хорошенько проливаем. Черенки в процессе укоренения до той поры, пока они не тронутся в рост, постоянно должны находиться во влажном состоянии. То есть в дальнейшем мы должны будем непременно следить за тем, чтобы наша почва в импровизированном череночнике оставалась постоянно влажной. Ну, давайте воспользуемся таким черенком стеблевым. Вот он даже уже с корешком. Большой залог успеха. Укорачиваем воду пока его. Это мы тоже подготовим. Мы его обрезаем, нашу зеленочку. Она с хорошими корнями. Мы ее посадим отдельно. И сажаем теперь черенки. Черенки не надо заглублять слишком глубоко, чтобы не проскочить слой песка. То есть мы едва заглубляем нашу почку. Если черенков много, то расстояние между рядами будет 8-10 сантиметров. А в ряду порядка 4-5 сантиметров. Как всегда, под наклоном немножко уплотняем, чтобы не было воздуха и песочек прилегал как можно плотнее. Вот еще у нас черенок есть. Готово. Отправим сюда и парня с корешком. И тут видите, сколько уже много зачатков корешков. Поэтому процент укоренения для такого черенка очень высокий. И теперь мы воспользуемся коробкой от торта. Если у вас их будет много, хорошо. Накрываем. Накрываем. Чем-нибудь можно сверху закрепить, чтобы, ну, мало ли, там, сильный ветер вдруг сдует. И увлажняем почву вокруг, по радиусу или по периметру, если он у вас будет прямоугольный, либо квадратный. Увлажняем хорошенько почву. Вот так вот мы размножили черенками флокс. Что в дальнейшем будет с ним происходить? В течение месяца при хороших условиях флоксы должны укорениться. После того, как мы заметим, что периодически мы будем проверять, возможно, даже и здесь увлажнять или опрыскивать, мы увидим, что из почек спящих тронутся побеги. Тогда мы прикрытие можем убрать. Но до той поры, пока так не произойдет, укрытие остается. Не нравится коробка от торта? Можете сделать укрытие пленочное, перевернуть какой-то ящик или сделать каркас и натянуть пленочку. Достаточно будет даже из панбонда. Парниковый эффект для флоксов, в принципе, не необходимое условие. Укоренились они. Флоксы, которые мы черенковали, может быть, в июне месяце, в конце июня или начале июля, то они к августу месяцу, к началу сентября, они уже должны укорениться. Тогда мы их будем рассаживать на отдельную грядочку и на более просторное расстояние. То есть уже укорененные черенки будем сажать на расстоянии 15 сантиметров. Вот на таком расстоянии. Но это еще не все. Там они останутся зимовать. И только весной уже третьего года мы сможем посадить их на постоянное место, когда растение достаточно разовьется. Потому что до той поры корневая система еще будет недостаточно мощной для того, чтобы обеспечить хорошее питание молодому кустику на новом месте. Черенкование предпочтительнее, чем деление куста, потому что происходит омоложение. Сейчас мы давайте посадим и тот кустик, который мы откопали, деленочку. Вернее, конечно же, мы будем поливать. Это тоже место еще не постоянное. Почва здесь у нас достаточно плодородная, хорошая. Она в меру структурная, воздухо- и водопроницаемая. Поэтому мы сажаем, уплотняем, делаем небольшую луночку, убираем оставшиеся сорняки и еще раз поливаем. А уже весной следующего года это растение омоложенное мы посадим на новое место. Те флоксы, которые мы будем обрезать осенью, это необходимое условие, в первую очередь, как способ борьбы с мучнистой росой и с другими грибными поражениями. Потому что именно на растительных остатках сохраняются споры грибов. И, как некоторые делают по осени, так подходят к кусту, хрясь, 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 и сверху его типа укрыли, чтобы он не замерз. То есть все споры, все бактерии, они остаются, замечательно зимуют под таким больным укрытием. И весной, как только наступают положительные температуры, все они поднимаются вверх и портят наши растения. Поэтому все непременно обрезаем, убираем растительные остатки. И в октябре месяце, пока еще не наступили низкие температуры, низкие – это ниже 10 градусов тепла, обрабатываем любым фунгицидом именно с осени, для того, чтобы предотвратить его раннее весеннее появление. Ну и точно так же весной не забываем про профилактику. Даже если мы не видим явных признаков, то необходимо обработать всеми нами любимым фитоспорином. Фитоспорином флоксы вообще рекомендуют обрабатывать. Проводились определенные исследования, и показано, что несмотря на то, что в инструкции написано 1-2 раза за сезон, но на флоксах рекомендуется, особенно есть сорта, которые подвержены заболеванию мычнистой росой, еженедельную, либо раз в 10 дней проводить обработку фитоспорином. И это дает очень хорошие результаты. Приобретая растения, вы обращаете внимание также на устойчивость сортов к поражению мычнистой росой, потому что выведены очень много сортов, которые устойчивы к поражению мычнистой росой, вне зависимости от условий их выращивания и каких-то явлений, за которыми вы уследить не можете. Как то плохие погодные условия, либо почвенный грунт, который не совсем соответствует культуре флокса. Но вот, мне кажется, такие нехитрые моменты помогут вам обзавестись и успешно размножать такой замечательный бабушкин цветок, как флокс метельчатый и другие виды флоксов, про которые я вам рассказывала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok